Чего мы тут остановились? Звуки есть? Другие есть. Хорошо. Так, во-первых, только что случайно ачивочку получил. Сказал кое-что проверить. Я делал другие, так умеют делать. Я хотел проверить, умею ли я так делать. Нам вроде подсказка про это говорила, но я, кстати, не понял, про что она говорила, но это как бы вот наш армор, да? А вот есть другой армор. Мы, например, хотим бегать в этой броне, чтобы надо было вот эти статы, но визуально чтобы она выглядела как, например, вот это. Такие, оба. У нас армор наш, а выгорит он по-другому, то есть они трансмог добавили. Мы можем здесь выбирать любую штуку. Из-за этого ачивка, да? А я уже ее получил. Я не знал, что это ачивка дают. Я не знал, что это в принципе так работает. На самом деле, это для барыни особо пофиг, да? Что так работает. Доставать на ПК, кстати. Вот. Это самое крутое, то, что для плащей работает. Вот есть, например, плащ. Плащ. Где-то. Про нее отделил. Так. Некрасивый плащ, да? Отвратительнейший даже, я бы сказал. Выглядит просто ужасно. Но. Берем наш плащ, который мы выбили. Давим сюда. И у нас красивый плащ. Это прямо кайф. Без плащей кастомизировать нельзя, но хотя бы трансмог на плащи и существует. Что-то их спасает теперь. Окей. Так, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что убили босса Винсентом. Нелегко он нам дался, но в итоге дался. Винсент Повелитель Мороза, верный поборник законов и порядков данных, защищающий простых людей своими морозными заклинаниями. Говорят, его методы стали еще чудовищней с тех пор, как изгнали его сестру. Ну, и мы, кстати, уже дрались с его сестрой. Его сестра это тоже морозный чел, а конкретно вот это. Морозная лучница Кили. Ну, потому что ее изгнали. Как бы, прямо не говорится, но ее отстранили за штоки решений на поле боя. Так что, скорее всего, это она. Типа ли, они все морозные, ее тоже изгнали, его сестру тоже изгнали. Как бы, сопоставляем. Там также можно потом их отца будет найти. Он тоже морозный, как бы, там тоже сказано про то, что его дочи изгнали. Так, что у нас с него выпало? Выпала тюрьма, шаблоны тюрьмы, ворота, блок входа, изумрудные ворота, что? Изумрудные. Юсильные доски, кстати. Нам юсильные доски нужны были, по-моему, до трона, для трона. Так. Что по железу сейчас посмотрим? Надо переплавилось на железо. Надо бы еще раз, наверное, в шахту сходить. По-хорошему, чтобы еще железо добрать и сразу поставить на переплавку. 75. Сколько времени нам хватит 75? Так, давайте по воротам посмотрим. Стены. Вот это, видимо, новые стены, да? Изумрудные ворота. А, это прям ворота как? Прикольно, кстати, выглядит. Не верен, хочется где-то где-то внутри замка, правда, использоваться. Чтобы было так. Ворота тюрьмы и другие ворота. Барьер. Ага, решеточка такая. Решеточка прикольная, кстати. Так, а здесь что? Ну, мы ждем, на самом деле, двойные ворота, когда вот так вот можно поставить, чтобы этого не было по центру. Так, тюрьма сама. Две усиленные доски. Ну, тюрьма нужна, чтобы хранить телов в ней высоколевельных и брать с них кровь. Но нам нужна, на самом деле, вот такая штучка еще, вот с этим, по-моему, подвижда. Сумеречный монок. Призывает ставили тысячи мышей для транспортировки подчиненного человека в ближайшую свободную тюремную камеру. То есть нам нужна тюрьма и вот эта штука, чтобы находить в мире высоколевельных по крови телов, то есть с высоким процентом, и сразу же их отправлять. Никуда их не везти, там, чтобы, да, не приходилось. Это довольно удобненько. Так. 75 железа, усиленные доски. Трон отскрафт, у нас до сих пор нету трона. Каменный блок, усиленные доски. Мощные эссенции на скоростке есть. По-моему, одна доска у нас где-то валяется. Сейчас. Да. Получается 9 железа. Давайте 9 железа делю. Адеть железо и доски сюда надо подключить. Доски, доски, доски. Доски здесь. Вот, сильная доска, кстати. А, и у нас, по-моему, сейчас, эссенции крови нет. Здесь эссенции крови тоже схожу. Уже не готова, там 4 надо было. Еще одна доска есть. Окей, две доски есть. А-то я запомнил, кстати, то, что я где-то вставлял одну доску. Действительно, ставил. Сейчас у нас еще одна была где-то дайдена. А-то можно там на одну меньше сделать. А-то я сейчас на два поделим. Три. Так, три сюда. Доски пофиг себе положим на будущее. Как бы тоже надо было. Железо не хочу. Все сюда вкладывать, потому что потом еще он где-нибудь пригодится. А я забуду, что оно у меня здесь было. А здесь ничего не появилось. Резное дерево. Это, как помню, тоже для декора, рамки для картины. Эти картины. Ну, мы рецепт картине открыли. Тюрьму можем сделать. Тоже усиленные доски, кстати, нужны. Блин. Вообще, я хотел тюрьму сделать. Поэтому давайте еще многое выделим ресурсов. Так вот. Так, две доски у нас идут на трон. Еще под три добавим. Так, сколько там где-нибудь готово? Так, третья и... Четвертая. Так, эссенции мы взяли. Каменный блок нам только остался, да? Так, каменный блок. Так, а где трон будем ставить? Трон, кстати, по-моему, нельзя на первых этажах ставить, потому что он банально не влазит. Такая проблема. Вот эти соточка железа в итоге набралась. Я сейчас попробую на первом этаже поставить. Он временно... Временно в любом случае будет стоять у нас. Короче, заблокируем этажом выше. Надо на верхних этажах ставить. Либо сделать над ним, чтобы не было попа. Здесь места для него нет. О, в любом случае, временно поставим куда-нибудь. Куда? Сюда, два. Пускай здесь стоит. Для него места. Но нам надо... Короче, вся суть в том, что нас пока не хватает расширения для замка. Нету. Для этого не хватает новых площадочек. Надо расширить замок срочно. Надо посмотреть, что надо. Так, вот наш трон. И вот здесь можно выбирать в открытой области, которая у нас открыта, выбирать... Отправлять охотников. То есть максимально длительный 23 часа. Но поскольку мы играем не на сервере, а надо, чтобы челы успели вернуться к нашему завершению игры, поэтому мы с вами будем на 20... На 2 часа. Конечно, тут есть проблем. Наверное, оптимальная на 8, что ли. Чтобы не было вот этих дебафов. Но вообще лучше, чем быстрее, тем лучше. Вот. И тут показано, что они добивают. А какой им нужен уровень? Ну вот уровень плохо показывается, да? То есть у нас там чел будет в одном уровне. Видите, что бы добавить? Уберите слугу. А, у нас слуга еще не... кстати, не появился. Так как выйти отсюда и шуму назад? Назад не работает. Работала. Так, полыскалья, по-кстати. Полыскалья, это для кого? Для тюрьмы, по-моему, как раз таки надо. На тюрьму. А, тюрьма еще на дельную доску. Так, сейчас. Денаш слуга. Пополним. Так, ты готов? Да, ты готов. Постать следопыт, снижается сложность на 100. А, во время охоты на территориях, где обитают животные и монстры. Ну, короче, где вот такой значок, он получается 7 минус 100, делает там уровни, требуемый. И охотник из Данли, то есть если в локации Данли отправляет, то он будет 20% больше этих ресурсов переместить. Получается, локация, которая будет хорошая, определяется в той локации, в которой мы его взяли. А, этот, в какой конкретной области он хорош определяется его типом крови. То есть мы, по-моему, разбойника, он оказался вот на животных, охотникам, да? Все, здесь везде показано, какой этот нужен. То есть здесь нужно, получается, охотник на Данли, потому что это локация Данли. И вот неприятная лима сила. Это какая-нибудь брутальность нужна кровь, да? Здесь нужно святое сопротивление. Это ученые нужны, я прям помню. Здесь, по-моему, тоже ученые нужны. Здесь нужен скромный внешний вид, это вроде рабочий, что ли? По-моему, рабочий имеет такую кровь. Я уже точно не помню. Здесь, например, уже нужны фарбейнские челы. А воинская тактика, это, наверное, если, например, тут живучесть, или наоборот, ну, кстати, не помню, ладно, не помню. Получается, здесь разбойник-следопыт. Вот мы, как раз, такие локи его можем отправлять, но у нас таких лок, кстати, сейчас пока не открыто. Но у него и уровень, как бы, и низкий, то есть у него сейчас нулевой уровень. Здесь можно по два отправлять, если есть. Здесь у него 32 уровень. А, кровь, кстати, по-моему, да, это как раз-таки вот у него там как бы ноль шмоток, но 32 уровень, потому что у него тип крови у нас был 80%, ну, примерно где-то на два делится, и он получается столько очков. Видно, что меньше, то есть 80 было, а стало 30, то есть на 2, если делить, то было бы 40. А у него 30. Я, по-моему, 100% начала привел, у него было плюс 40 алявных очков этих. Ну, вообще, выгоднее, конечно, срезать максимальную штуку. Здесь надо 670, здесь 540. Как бы имеет смысл 100% приручать, в том числе, что они по 40 дают. Скобочек нет. Не имеет. Короче, здесь надо им крутую броню экипировать. Блин, а почему нельзя выйти через эскип? С игрока. Начинают закрыть сначала менюшку, потом он доставить. Там, блин, далековато стоит на строн, но... А временно все так, чел там стоит. Я заброняю на самом деле для него иду. Я квикнути его, посмотрите, кого он на этого будет. Что почему-то как-то прям плохо показывается, если честно. Так, оружие у него тоже нету. Ну, еще кольцо надо. Оружие. Так, ну давайте андербалетчик дадим ему арбалет. А где кольцо? Стоп. А, я кольцо распылил, наверное. А почему... А, стоп. Я говорил, что некоторые вещи лучше не пылить. Так, ну посмотрим, что он хотя бы с таким экипом будет. То есть у него 28, 318 не показывается прямо отсюда? Мм. Начнем там где-то 32, вот. Охотничьи навыки, наверное. Опыт. А, увеличивает максимальность здоровья от уровня снаряжения 32%. Уровень от уровня снаряжения, охотничьи навыки, добычу. Представляет шанс успеха при отправке. Вот, по идее, вот это, да? На эту штуку надо ориентироваться. То есть вот я четвертый уровень ему дал. Прибавилось сколько-то прибавилось. Ну, плюс 40 примерно. Ну, кстати, может быть по 10 дает каждый уровень. Типа 112. Получается 152. Ага, по 10 уровней каждый дает этих очков. То есть вот мы дали ему 12 уровень. Это дало 120. Это еще почти по 40 дало. Получился в итоге 312. И плюс соточку он может срезать, если отправить его куда надо. В общем, важно тут одевать своих челов. Мы как бы отделили его в броню в предыдущие локи, поэтому он в предыдущие локи скорее всего только сможет пойти. Но у нас другие локи не открыты. Давайте отправим его сюда. Так, тогда к следопыту не надо отправить. Ну вот 312 выбрать, например. Да, срезалось до 350. Удача 8%, что чуть-чуть не хватает. То есть, надо вот здесь было 450, дойти конь не 400, а 300, там, ну, лишь 550 там надо. В идеале. У нас таких локаций нет. Чуть как-то мало открыть территорий. Интересно, есть ли где-то пропущены неоткрыты у меня. Ну, можно сюда отправить. В целом, если у него даже неудача, то кофиг. Но неудача, по-моему, нету такого, то, что их могут убить. То есть, неудача, это вроде просто... Где не написано, что это такое? А, нет, вероятность ранения, это... Окей, нет, ранение, это... Он будет дестабилизирован, то есть, он какое-то время не сможет будет отправить заново. удача, удача, небрежность, удача, по-моему... Блин, у меня вроде не раз не было, чтобы у меня кто-то погибал. Я не помню, за что удача отправляется. По-моему, удачные, это у них просто не получается ничего достать. Ну, прямо убить их вроде не могут. Что-то не помню, что-то мне хоть кто-то умирал. Я, может, я не замечал, что мне кто-то там умер. Менера знает. А, ему колечки надо было скратить. Блин, я забыл, что мы кольцо ты не дали. А, если кольцо дали, он был бы уровнем повыше, я забыл про кольцо. Так, и давайте тюрьму все-таки хочу поставить тюремную камеру. А я пока нам не нужна, потому что у нас... Короче, ручками выводить я не хочу больше. Я не знаю, сто процентов если наеду, мне кажется, я по виду все равно. Чтобы, чтобы, короче, было куда везти, хотя бы одну камеру на всякий случай построим. Так, штуки берем. Нам нужно выложить... Ладно, не буду выкладывать лишнее. Блин, не знаю, отделение прям ультра не хватает. Чтобы взять просто вот... Хочу взять 8 железа. Почему нельзя просто взять 80 железа? Нажать там кнопочку там через шифт, например, кликнуть. Появится с бегунком штука. Я такой, хоп, 8. И все. У меня 8. Здесь же поставим тюремную камеру. Теперь кладка временна отсюда уберем. Манекен. Блин, манекен. Ну, вообще, если можно, манекенов несколько, кстати. Но, манекен это есть урон, я думаю. Больше они ничего не нужны. тюрьма. Все, пока нас тут пусто. А, кстати, а, во, о, нихера, тут, тут всю рыбу добавили. Раньше, по-моему, только вот это рыба была, и вот это. А, что на террере делать? Короче, мы можем взять бутылёк с пустой бутылёк и забирать кровь у этих чуваков, у которых большой процент, помещать их себе в кровь. Ну, а это их убивает. То есть, вот, выкачить кровь из пленника ценой и здоровью, 36% мы сносим, но их можно хилить. Плюс, моему стресс накапливаем, то есть, от стресса, по-моему, когда 100% тоже умирают. Возвлеките эссенцию можно, эссенцию это мусор, пленник восстанавливает 20-30 здоровье, крысами можно кормить, но лучше кормить, ну, эта штука из 100% можно отхилить, но тут есть, которые сейчас стресс снимают, по-моему, а вот, скорбь снимает, а рыба. Дорогая рыба, радужная форель, нас таких меньше всего. Но можно, я так и вижу, теперь еще и другими рыбами кормить. А, вот это 20-30 здоровье, 5-10 скорби, вот это, кстати, неплохо уже. А, тут везде, нет, не везде, одинаково. Мудрая рыба, а мудрая рыба, кстати, по-моему, какая-то крутая, нет? Ну, короче, я не больше рыбы, давай, или? Хорошо, это хорошо. Золотистый речный окунь. Блин, я помню, какая-то рыба, из которой можно было золотую цепочку сделать, получить. По-моему, это золотистый, из мудрой, что-то, по-моему, крутое было, или нет? Ну, ладно, я уже плохо помню, болотник. Пододобавляли рыбки тут для этих пленников. А у нас пока нет пленников. Но, я думаю, стопроцентных чел, мы будем все забирать, и получится найти. Здесь у нас жили золотые цепочки, пока они у нас никуда не идут. Так, дальше, что еще у нас есть? Двери посмотрели, но двери, как бы, да, нам нужно больше места в замке. А больше места нам нужно, короче, срочно увеличивать замок, уровень замка. О, кстати, стекло. Если у нас есть стекло, то усиленные доски мы скрафтить можем, и мощные эссенции мы, по идее, тоже одно имеем. Давайте проверим. Кстати, если сейчас получится усилить замок, то мы сейчас расширимся. Расшириться прям хочется. Так, сколько шкур эти? Блин, не хватает, а кварц мы не умеем перерабатывать. Блин, очень долго до... Да, нам надо вот этих убить, потом вот этих убить, только потом надо будет, вот стекло стекло сможем научиться делать. с нее новый свелд. Будет очень новый этот, как это называется, новой стихии. Так, она, кстати, морозная билд появилась, разве нет? А, я ее уже заюзал, да, копье взял. Ну, кстати, копье, ну, короче, все, мне кажется, морозные спыла, это морозный билд. Потому что они друг с другом более-менее коннектятся, а со всем остальным не особо. Здесь ничего. Здесь мы все открыли. Блин, то, что вот эти все штуки дали. Это все сильные штуки, наверное, самые сильные. Где, по крайней мере. И ульта тоже, мне кажется, самая сильная. Можно до конца игры всем этим играть. Не знаю, что будет лучше, на что можно будет заменить. Так. Окей, тогда получается здесь у нас ничего. По-разному штуку мы завязали. Погнали на следующий вопрос. Следующий уже длится. О, нет. Трекня на север близко. О, она на мошечную нить разблокирует. Ай, день. Ну, пойдемте искать ее. Чертва жрица Кристина. У Кристина основная проблема. как же эти стали эти животные. И вон. 20-ти сожжать, там мне все по нулям. Я не так меня всегда будет в мои ворот тут вырезаться теперь, да, потому что овень хочет сюда убегать, уезжать, его сюда не пускает, он бежит, 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 врезаясь. Но его почему-то волки в это время дамажить не могут. И скапливаются тут мне перед входом твари. Очень близко. Так, я кстати так подумал, мы наверное будем лучшеньком все-таки по итогу. Конечно хочу копьем поиграть, но такое. Хочется новой пушечкой больше поиграть. Плюс новая пушечка имба такая достаточно сильная. Так вот это показывает, да, я неправильно по-моему бегу. Ой, в плохом месте, вообще у нее есть вот она идет. давайте сюда подождем, может быть найдет, здесь вроде никого нет, эти сейчас уйдут. Эти кстати мы сейчас выпьем наверное коров нет. дай кровь 79% жесть, можно без лагов. Так и Кристина нашла и ночь наступила. а Билки наверное обилки в чуток и о чем не было ауешка была нам надо стартов и ой блин еще эти челы прошли. Кристина такая против гады не развернулись серьезно давайте лана патруль ее уберем. Так что новая призывает. так так отагарилась хорошо так начать чеснок сей схапнули выйти отсюда ой блин она пошла вместе с этим домом. нам этому какое-то время стоит афк можно заранее туда прийти всех почистить перед ней а прям все четвертом вместе идет можно ее выманить солода зачем же делает он будет что-то взлетел а йо-моё с памятой так как дождь и что спрятаться за деревья предыдущий чел были у нас в кимбам сожрём его вас бить вроде можно но не нашими объектом скорее всего все и переходим это закрытие может быть за штук помошек сломала только не отходить быть ее этого резпота на это можно она хилится матушка химисом антик я сломалась а дерево подстав устроила ну чё-то как-то слишком но удивление даже не знаю но ульту мы хорошо дали который нам дали с босса который не должен давать нам это джейдовская ульта мы до джейд еще даже не дошли у джейд очень сильно и мы сейчас это призвало я короткий проект этим челом сам они нам сразу до прожал ее от легко оказалось а не знаю я помню первый раз конечно за ней часа два где-то бегал нет я помню первый раз когда я убивал меня тоже с ним был не было проблем особо но он был блин в основном проблем что какие-то левые челы приходили и она так грелась я помню один раз даже несколько о начал бы пришел был бы я думаю она скоро 79 процентов лолд искрит удары повышен скорость движения повышена скорость движения не дала мне кажется скорость перезарядки завесы у них нет много лесу я жал только против ее вот этого каста на нас их цена спросу ранды хера и за лука что играем что лук имба плюс оранжевый и мне кажется тут не кровь зарешала просто хотя открыты если только и ты прям выпадали на кровь и случайно как бы пытал а стрела по нескольким тоже дамажит что не лук имба против вас чел в который сама она делает потому что он реально довольно ауешь на причем они соло тарит хорошо дамажит его у еда может хорошо реально к темпу особенно конус это правильный целиться практически не надо да и он если в толпу стрелять по каждому в этой толпе попадет просто 6 я лук реально имбан так ладно кристина оказалась повержена это прям даже слишком легко жрецы солнца кристина когда служители церкви просветления впервые обнаружили способности даруемые кровавым дождем они посчитали их благословением света попутно скрыв правду о влиянии дракулы кристина одна из таких верных служителей церкви это суровая поборница дисциплина считает свое неизменное мастерство управление светом доказательством того что жестокие методы принуждения необходимой догмат ее веры она обожает доказывать свою праведность о сумочке с этим эти сумочки честно сделаем так пойдем вот сюда как хорошо когда нас рядом с базой все это происходит антелико бегать не надо блин каждый раз переезд сделать с другой стороны нас ресурсов нет но если бы мы были в какой-нибудь другой локи и добудем может быть фарс штанговать нужно а нас олег алицет нет проблем леса штансковцы нет нас нет рецепта что я забыл и потом то что там кварц нужен для этого для выряды замком и окно сумочкам точно честно верно скрафтим с ней хватит ингредиентов актера скрылся эта штука здесь нужна трава плюс а любая из кожи сейчас данный момент такой кожи больше всего да на нить уже в рецепте присутствуют кожа папа вот это переработанная кожа а это сырой что они вот эта шкура здесь кожа погодите стоп а где а вот у нас просто не открыто они из масла нужный жир потом нужен да да вот сейчас все правильно может так кожа ну пока и нам нити не особо нужны новые в будущем точно понадобится соточка кожи блин трава нужна цены не перстанутся самой проблемой сейчас эта трава они вот это вот все то что травы у меня они раскапливаются конечно что-то не знаю а какими килограммами это трава уходит атипу 50 пускай крафтится они во первых это ткань из каракса нам вообще нужно нить нить по моему сгрубанить совмещать с трава ой как много травы из я надо ладно что раньше трава вообще нигде по мне участвовал 89 пряжи пряжи по моему в призрачную переделывается рецепта кстати нет а почему не здесь что переделывается так все уберем а стоп раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять у этого кожи сделан смешно не сырая шкур понадобится а три четыре пять а делается конечно по траве не выгодно получается что здесь много травы уходит на эту кожу а получаем всего по одной штучке так еще хотел посмотреть крафт сумки у нас по идее здесь сумка это же сумка или что это сумка да прибуты да 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 появилась сумочка 12 кожи стена нить серебряная монета это количество человек 10 200 коммунитетов перенос серебряных монет окей но если бы они к серебру еще сделали монет это был бы слишком имба для монеток то что можем таскать это прикольно поэтому